Привет, друзья! Я Андрей Шелестов, а это Оружие Ньюз. Новости из оружейного мира, которые зацепили лично меня, и я думаю, будут интересны и вам. Сегодня в выпуске. Охотник против кабана. Встреча на узкой дорожке. И что из этого вышло? Мой дом, моя крепость. Проект закона о самообороне. Почему летать с оружием станет проще? И производство по требованию. Обсудим технические требования к оружию, предложенные МВД. Новостей достаточно. И по некоторым из них мы пробежимся очень быстро. Так сказать, успеть за 60 секунд. Поехали! Американская компания Adams Arms выпустила новый глакообразный пистолет. Фишка в том, что он имеет пожизненную гарантию. До этого на такой шаг решалась только компания Taurus. Организаторы шот-шоу в этом году запустили специальное мобильное приложение, с помощью которого выявляли самые интересующие посетители товары. Об оружейных новинках мы рассказывали в нашем специальном репортаже. А вот среди остальных лидируют интеллектуальные системы мишеней, виртуальные стрелковые тиры, леггинсы для скрытого ношения оружия и системы идентификации калибров. Друзья, на аукционе продана шпага Наполеона. Она обошлась анонимному покупателю почти в 3 миллиона долларов. Охотник из Курской области почти 4 дня искал под землей свою собаку. Она погнылась за лисицей и залезла в борсучий городок. Сигнал GPS-трекера не пробивался сквозь землю. Поэтому охотник с товарищами копали наугад. Собаку смогли найти по хрипам и дыханию. И в итоге спасли животное. Вот уж действительно, мы в ответе за тех, кого приручили. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который даст гражданам право любым способом защищать себя и своих родных от преступников, которые незаконно проникли в жилье. Ключевые слова здесь любым способом. Сейчас, согласно действующему законодательству, запрещено превышать пределы необходимой самообороны. Это значит, если к вам в дом вломились двое парней с битами, а вы достали помповик, и не дай бог кого-то поранили, будет превышение. Должны были достать биту или две, чтобы уж совсем по-честному. Согласно данным судебного департамента, при Верховном суде за прошлые 6 месяцев более 300 человек осудили за превышение самообороны. И вынесли всего два оправдательных приговора. Узнаем, как прокомментирует эту законодательную инициативу автор канала «Контрольный спуск» Антон Баранов. Дело в том, что это всего лишь инициатива, это всего лишь предложение к тому, что давайте мы подумаем, обсудим, что нам делать с законодательством о самообороне. То есть, это пока только вышли какие-то инициаторы. Поэтому говорить о том, что наше законодательство уже вот скоро изменится, и мы сможем спокойно самообороняться, это неверно. Просто имейте это в виду. Но при этом надо признать, что даже обсуждение подобных вопросов – это уже хорошо, потому что когда об этом никто не говорит, когда заявляется, что все нормально, что ничего менять не надо, Да и вообще у нас, если народу разрешить дать право самообороняться, у нас сразу начнутся какие-то бытовые убийства под предлогом самообороны. Мировой опыт доказывает, что подобные хитрые схемы не работают. В противном случае ни в одной стране мира не было бы возможности в принципе совершать самооборону. Все бы, наверное, занимались только вот этими самыми непонятными убийствами. Самая главная мысль, которую я хочу донести, это то, что не нужно ставить жизнь и здоровье нападающего выше жизни и здоровья того человека, на которого он напал. Это абсолютно ненормально. Тот, кто совершает нападение, всегда должен помнить, что потенциальная жертва может и окажет ему сопротивление. Если это право на самооборону будет закреплено в законодательстве должным образом, то я уверен, что это в принципе сократит количество подобных нападений и снизит преступность в целом. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива действительно перерастет в полноценный законопроект, а его не положат на полку. И наша жизнь станет немного безопаснее. А как в других странах? Про Америку можно даже не говорить. В большинстве штатов мой дом, моя крепость. Основной принцип. В Германии не будет считаться превышением самообороны, если обороняющийся пребывал в состоянии шока, страха или смятения. В Великобритании из всей самозащиты запрещено только стрелять по убегающим, то бишь затылок. В Италии два года назад разрешили защищать свой дом с оружием в руках. В Минздраве рассказали о досрочном аннулировании медицинских справок на оружие. Если у владельца оружия во время планового осмотра или лечения обнаружатся противопоказания, то медорганизация сможет аннулировать заключение, которое ранее позволяло человеку владеть оружием. Информация об этом будет направляться в Росгвардию. И чтобы владеть оружием законно, человеку придется пройти новое освидетельствование. Приказ об этом подписан Минздравом. А изменения вступят в силу с 1 марта. Так что берегите свое здоровье, больше гуляйте на свежем воздухе, желательно на природе, где-нибудь в лесу или на стрельбище. С 1 марта начинают действовать новые правила авиаперевозок оружия. Соответствующий приказ выпустил Минтранс в конце декабря прошлого года. В документе есть очень даже положительные изменения. Например, в транзитных пунктах маршрута не нужно будет получать и вновь сдавать оружие. Авиаперевозчик переместит груз с рейса на рейс без вашего участия. Об основных моментах новых правил расскажем прямо сейчас. Итак, что можно транспортировать? На одного человека до 5 единиц оружия и максимум 1000 патронов. Однако, общий вес патронов не должен превышать 5 килограммов. Если больше, это уже считается опасный груз. И там действуют совершенно другие документы. Газовые патроны, газовые баллончики находятся под запретом для транспортировки авиатранспортом. Как упаковывается оружие? Это должен быть кейс, спецфутляр, чехол, кабура. Допускаются даже специальные упаковки производителя. Почему-то мне кажется, что здесь речь идет про те же самые кейсы, а не про бумажные коробки. Должен ли футляр запираться? Об этом ничего не сказано. Есть сноска, касающаяся иностранных граждан. Их кейсы должны иметь замки в обязательном порядке. Теперь о том, как сдать оружие в багаж. Основание для транспортировки – это лицензия или разрешение. Прием оружия и патронов начинается после регистрации пассажира. И регистрация оружия и патронов как багажа. Пассажир получает посадочный талон с указанием количества мест, веса оружия и багажную бирку на оружие. Прием и выдача оружия происходит в изолированном помещении в присутствии владельца. О чем составляется акт? Один из его экземпляров остается у вас на руках. Он вместе с багажным талоном и документами, удостоверяющими личность, потребуется при получении оружия в конце маршрута. Где же в самолете будет лететь оружие? Самый лучший вариант – изолированный отсек воздушного судна. Если его нет, то ружье отправится в путешествие в кабине пилота в специальной таре, которая должна быть опечатана и опломбирована. Ну и как мы говорили раньше, в транзитных пунктах не нужно будет получать или сдавать оружие. Часто ли вы летаете с оружием и куда? Пишите в комментариях. Знаете, какая главная тенденция на российском оружейном рынке? Поправок, регламентов, изменений, требований к оружию становится все больше и больше, а оружия все меньше. И скоро и регулировать-то будет нечего. Но тем не менее МВД России предложило новые технические требования гражданскому оружию. В лучших традициях сделали это под Новый год. Пользователи интернета вспомнили другую новогоднюю традицию – ходить в баню. И забанили документ. Ну, то есть, задизлайкали. Основные претензии – несоответствие закону об оружии и существующим нормативным правовым актам. Итак, давайте посмотрим на отдельные пункты и как они могут отразиться на оружейном рынке. И прежде всего на производителях оружия. С точки зрения разработчиков, в этих требованиях речь идет прежде всего о криминалистических требованиях. Чтобы можно было более точно определить оружие, из которого произведен выстрел. Причем, как нарезное, гладкое, так и травматическое. Вдобавок к этому, требования содержат информацию касаемо пуль, УСМов, маркировки оружия. И здесь начинаются расхождения. Например, федеральный закон об оружии говорит о том, что гражданское население не вправе иметь автоматическое оружие. Предложенные криминальные требования вроде бы повторяют этот тезис. Но формулировку можно прочесть так, что не должно быть отделяемого УСМа. Чтобы нельзя было его заменить на механизм с возможностью ведения автоматического огня. То есть производителю. Чтобы подтвердить соответствие оружия криминалистическим требованиям, надо сделать так, чтобы владелец не смог снять или заменить УСМ. Это сразу изменение производственных процессов. Какие-то модели оружия можно будет просто не возить. Потому что ради российского рынка не все компании будут менять конструктив. Ну и что делать владельцам, если они захотят сами отремонтировать УСМ? Похожая ситуация и с саунд-модераторами. Закон запрещает устройство для бесшумной стрельбы. Но как только в кримтребованиях появится строчка глушитель звука, так сразу ДТК становится под запретом. Потому что дульный тормоз-компенсатор не делает стрельбу бесшумной, но снижает звук. Производителям ДТК останется только свернуть свой бизнес. Пули с остальным сердечником также рискуют попасть в немилость. Об этом говорится в пункте 26.2. В федеральном же законе сказано только о бронебойных зарядах. Поэтому нашими заводами успешно выпускаются патроны с пулей, имеющих стальной сердечник. Получается, что это изготовление тоже придется свернуть. Ну ладно, может быть заводы и отправят эту продукцию за рубеж. Но на нашем рынке доступных патронов станет еще меньше. Есть еще ряд вопросов, связанных с травматами, аэрозольными пистолетами и холодным оружием. Напомню, что пока требования предварительные и выглядят несколько недоработанными. И будет хорошо, если эта доработка пройдет совместно с оружейным сообществом. А вы что думаете? Напишите, пожалуйста. В Тюменской области серую ворону включили в список охотресурсов. Такая мера позволит существенно сократить численность хищной птицы, популяция которой сопоставима с численностью населения Тюменской области. Вороны легко переживают зиму за счет человека. Их популяция постоянно растет и угрожает другим животам. Летом вороны заклевывают зайчат, истребляют яйца птиц. В особенности от них страдают утки. Одна пара ворон может истребить за гнездовой период до 50 яиц. В советское время за две лапки вороны давали патрон, а иногда даже два. Кто про это знает? Ставьте лайки. А если кто и сам получал такие патроны, напишите в комментариях. Наша постоянная рубрика «Оружейный хайп». В этом видео охотник встретил кабана в лесу. Но поскольку у него была путевка только на зайца, стрелять не стал. Зверь же проявил любопытство и не бросился на человека. В целом, довольно позитивное видео. «О, кабан, пацаны! Блин, жалко, путевки нет, а! Путевка, на зайце еще. Вот ружье. Путь кабан. Бороги тяпын, бороги! О, на, бля, дурочит еще! Бороги, бля! Путевки нет, бля, бля, бля! Путевки нету, говорю. Видео, видio оттуда! Видео оттуда! Кур, бля. Бля, пытый, государство нету, бля, 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 бля. Блин, бля, 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 бля! Ха, петых мат в це гадал! Черт! на сегодня это все подписывайся на канал ставь лайк пиши в комментариях предлагай свои темы для выпусков и давай вместе перезарядим отношения к людям с оружием и вот 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 вот